Ананасная вода для прекрасной дамы Виктор Пелевин Виктор Пелевин, это качественный премиум бренд на книжном рынке, который за годы существования зарекомендовал себя безупречно Книги Пелевина в захлеб читают и студенты, и олигархи, и политики, и домохозяйки Их цитируют на модных тусовках и в рейтинговых СМИ, и их обязательно читает президент РФ Открывая новую книгу Пелевина, вы гарантированно получаете высококлассную литературу и астроактуальную философию от одного из самых оригинальных и смеломыслящих людей современности Перед празднованием Нового года в период естественного повышения спроса и поиска достойных подарков Новая книга Виктора Пелевина «Ананасная вода для прекрасной дамы» обещает стать одним из самых ярких и успешных событий на книжном рынке Новый Пелевин Виктор Пелевин Ананасная вода для прекрасной дамы Часть 1 Боги и механизмы Автор не обязательно разделяет религиозные, метафизические, политические, эстетические, национальные, фармакологические и прочие оценки и мнения, высказываемые персонажами книги, и ее лирическими героями и фигурами рассказчиков Операция Бёрнинг-Фуш I am the little Jew who wrote the Bible Реонард Коан Чтобы вы знали, меня зовут Семен Левитан Я родился и вырос в Одессе, на пятой станции Большого Фонтана Мы жили совсем рядом с морем, в сталинской квартире конца 30-х годов, доставшейся моей семье из-за минутной и не вполне искренней близости к режиму Это было просторное и светлое жилище, но в его просторе и свете отчетливо присутствовал невыразимый советский ужас, пропитавший все постройки той поры Однако мое детство было счастливым, вода в море была чистой Хотя тогда ее называли грязной, трамваи ходили без перерывов, и никто в городе не знал, что вместо английского языка детям надо учить украинский, поэтому отдали меня в английскую спецшколу По странному совпадению, в ее вестимюле висела репродукция картины над вечным покоем кисти одного из моих великих однофамильцев, Исаака Левитана Я не имею отношения к этому художнику Зато если верить родителям, я отдаленный родственник знаменитого советского радиодиктора Юрия Левитана, который в 40-е годы озвучивал по радио-сводке Информбюро Очень может быть, что именно гены подарили мне сильный и красивый голос таинственного серебристо-ночного тембра, как выразилась школьная учительница музыки, безуспешно учившая меня петь Документальных свидетельств родства я не видел, никаких архивов у нас не сохранилось Но семейное предание заставило маму купить целый ящик записей Левитана на гибких пластинках, сделанных из старых рентгенограмм Подозреваю, что эта же сень отраженного величия заразила папу-преферансиста поговоркой «Я таки не играю, а счет веду» Слушая размеренный, как бы не торопливо ликующий голос Левитана, я с детства изумлялся его силе и учился подражать ей Я запоминал наизусть целые военные сводки и получал странное, почти демоническое удовольствие от того, что становился на несколько минут рупором сражающейся империи Постепенно я владел интонационными ухищрениями советского диктора Иногда мне начинало казаться, что я настоящий ученик-чародея Мой неокрепший голос вдруг взрывался раскатом громоподобных слов, словно бы подкрепленных всей танковой мощью Центральной Азии Родителей весьма впечатлял мой имитационный талант С другими людьми обстояло чуть сложнее Дело в том, что моим родным языком был не столько русский, сколько одесский И мама, и отец говорили на уже практически вымершем русифицированном идиша, который так бездарно изображают все рассказчики еврейских анекдотов Я, можно сказать, и вырос внутри бородатого и не слишком смешного анекдота, где фраза «Сколько стоит эта рыба» звучала как «Скильки коштует цейфиш» Этот специфический одесский парланс впитался в мои голосовые связки настолько глубоко, что все позднейшие попытки преодолеть его оказались безуспешными Забегая вперед, скажу, что густая тени деша легла не только на мой русский, но и на мой английский Поэтому, хоть изображаемый мной левитан звучал совершенно естественно для моих родителей, приезжих из Москвы он смешил да колик Мне же их тягучий как сгущенка северный выговор казался до невозможности деревенским Летом меня отправляли в странный пионерлагерь, расположенный совсем рядом с домом, он помещался в здании интерната для глухонемых, которых на лето, надо думать, вывозили на север В палате пионерлагеря я развлекал более сильных и наглых ребят своим небольшим даром Надо сказать, что я был слабосильным мальчиком Сперва родители надеялись, что мой рост и сила лишь временно зависли на какой-то небесной таможне, и я еще наверстаю свое Но к шестому примерно классу стало окончательно ясно, что папа создал не Голиафа, а очередного Давида Мудрый Фрейд не зря говорил, что анатомия — это судьба Мой имитационный талант оказался единственным противовесом жестокому приговору природы Но все-таки противовес существовал И гопники с гегемонами били меня не слишком часто, я умел их развлечь Сперва я просто читал заученные наизусть военные сводки, пестрящие дикими географизмами В темной палате они звучали непобедимыми азиатскими заклинаниями Но постепенно это наскучило моим слушателям, и я начал импровизировать И вот здесь выяснились удивительные особенности моей магической речи Любая из страшных историй, которые дети рассказывают друг другу в темноте Приобретала в моем исполнении иное качество И пугала даже тех, кто обычно смеялся над страшилками Мало того, самые простые слова, обращенные к моим товарищам по палате в темный час после отбоя Вдруг наполнялись жутким многозначительным смыслом Стоило мне произнести их голосом Левитана Любой этнограф, знакомый с особенностями евразийского детства Знает, что в подростковой среде соблюдаются строгие социальные протоколы Нарушение которых чревато такими же последствиями, как неуважение к тюремным табу Но моя волшебная сила ставила меня выше подобных правил В минуты имперсона ЦИ я мог, как тогда выражались, выклонить без всяких последствий, говоря что угодно кому угодно, и с этим смирялись, как бы почитая сошедшего на меня духа Разумеется, я не ставил подобных экспериментов в своем обычном худосочном качестве, когда в палате становилось светло Была, впрочем, одна досадная проблема, о ней я уже упоминал Некоторые ребята обладали иммунитетом к моей магии Мало того, я их смешил Обычно это были москвичи, занесенные к нам потоками арктического воздуха Причина была в моем одесском выговоре Он казался им смешным и несовместимым с грозным смыслом произносимых слов В такие минуты я ощущал нечто похожее на трагедию поэта, которому легкая картавость мешает обольстить свет чарами вполне гениальных строк Но москвичей среди моих слушателей было мало, и некоторые из них таки падали под ударами темных крыл моего демона, так что по этому вопросу я переживал не особо С одним из москвичей я даже подружился Его звали Влад Шмыга Это был толстый мрачный парень с очень внимательными глазами и вечно потным ежиком Мне льстило, что он был одним из тех северян, кто не смеялся над моим выговором А его, несомненно, впечатлял мой талант В нем было что-то военно-детдомовское Только его хотелось назвать не сыном полка, а сыном заградотряда Его любимым эпитетом было слово «убогий», применявшееся ко всему, от погоды до кинематографа Кроме того, у него было необычное хобби Он ввел досье на каждого мальчика из нашей палаты, в общей тетради, которую хранил в мешке с грязным бельем под защитой нескольких особо пахучих носков Мне он ее доверительно показал, когда мы курили сырые ростовские сигареты в кустах возле столовой Про меня там было написано следующее Семен Левитан Обладает умением говорить голосом загробного мира, отчего ночью делается страшно Может не только напугать до усрачки, но и утешить и вдохновить Таким образом имеет уникальную способность, близкую к гипнозу Способен выражаться красиво и заумно Так что кажешься себе не культурным дураком Но когда забывается, начинает говорить быстро и с сильным еврейским акцентом Тогда гипноз пропадает Я, конечно, и сам про себя все это знал, только формулировал чуть иначе Однако я был знаком с собой вот уже 12 лет А Владик выделил из меня эту смысловую суть всего за несколько дней Мало того, за этот короткий срок он успел проделать то же самое и с остальными соседями по палате И это, конечно, впечатляло Наверное, именно тогда я впервые понял, что кроме меня в мире есть много других специфически одаренных людей И гордиться своим даром следует очень осторожно Мы с Владиком переписывались пару месяцев после лагеря, потом он хотел опять приехать в Одессу, но не смог И постепенно наша дружба сошла на нет Думаю, последнее письмо написал все-таки я, но не уверен После школы меня отправили учиться в Московский институт иностранных языков Мама долго не хотела отпускать меня, ссылаясь на корни, без которых я увяну, но папа, как опытный преферансист, обыграл ее, хитро передернув козырную цитату из Бродского Тот был для мамы высшим авторитетом Он сказал так Если выпало в империи родиться, надо жить в глухой провинции у моря Ну а если выпало родиться в глухой провинции у моря, значит, Семену таки надо жить в империи Но империи в это время уже дышала на ладан, а пока я учился в Энизе, и вовсе перестала это делать, после чего римские циклы Бродского потеряли одну из главных эстетических проекций, а мои карьерно-выездные надежды, так и вообще всякий смысл Об ужасе девяностых я умолчу Скажу только, что за российский паспорт с меня содрали непорядочно много денег, это была явная несправедливость даже по тем беспредельным временам Правда, английскому в Москве я научился весьма сносно В один прекрасный день на заре нового миллениума я увидел в зеркале некрасиво лысеющего худого мужчину, которого уже довольно трудно было назвать молодым человеком Этот потасканный низкооплачиваемый субъект жил в съемной хрущобе у метро «Авиамоторная» и преподавал английский на расположенных у Павелецкого вокзала курсах «Интомидиэт Адвенст», куда ходили технические абитуриенты и размечтавшиеся проститутки Рядом со мной работало несколько преподавателей, в которых я без особого труда мог опознать себя через 10, 20 и 30 лет, и это зрелище было настолько унылым, что я начинал подумывать, не уйти ли мне из жизни куда-нибудь еще Подходящим способом казалось уснуть навсегда Я, собственно говоря, и пытался сделать это каждый вечер, но, поскольку мне страшно было глотать таблетки или резать вены, я каждый раз просыпался опять, и с этим ничего нельзя было поделать По вечерам я читал французские экзистенциальные романы 60-х годов, целый их шкаф достался мне по наследству от командовавшего атомным ледоколом капитана, затонувшего в моей халупе в годы приватизации От этого чтения в моей депрессии ненадолго появлялся благородный европейский налет, но достаточно было одной поездки в переполненном трамвае, чтобы мыслящий тростник снова превратился в лысого еврейского лузера Мое отчаяние делалось все безысходней, и в высшей его точке, когда я на полном серьезе готов был выпить настоящего яду или даже вернуться в Одессу, судьба без всякого предупреждения пересадила меня на очень крутой маршрут Как-то в августовское воскресенье 2002 года я шел по новому Арбату в районе Дома-Книги На улице было необычно мало машин, и воздух был полон той нежнейшей московской тоски по незаметно прошедшему лету, которая одновременно щемит сердце и примеряет с жизнью Мне было почти хорошо Вдруг слева от меня скрипнули тормоза, и рядом остановилась приземистая черная машина с тонированными стеклами В кино на таких ездят гламурные спецагенты, которым мировое правительство доверило рекламу ноутбуков Вайо Заднее стекло чуть опустилось, и темнота за ним позвала Семен У меня ёкнуло в груди Волос темноты был мне незнаком, но интонации, а я таки знаю вещь или две об интонациях, были такими, словно она давно и хорошо меня знает, как и положено темноте Отчетливо помню В первую секунду мне показалось, будто за окном притаился какой-то забытый древний ужас, то, что мы до сих пор боимся встретить во мраке, хотя его там нет уже миллионы лет Видимо испуг отразился на моем лице Темнота довольно засмеялась, окно опустилось ниже, и я увидел человека, которого тут же узнал Это был Влад Шмыга, мой друг из пионерлагеря Его внимательные глаза совсем не изменились, хоть годы и накачали хмурым жиром складки кожи вокруг них Садись в машину, сказал он Поедем, поедим Я сел в прохладный темный салон Кроме Шмыги, в машине были водители-человек на переднем сиденье Шмыга ободряюще улыбнулся, и я уже начал подыскивать подходящий к случаю сентиментальный трюизм, когда человек с переднего сиденья обернулся и щелкнул чем-то возле моего плеча, уколов меня в шею Машина с ее обитателями сразу поплыла вверх и вправо Превратившись в подобие странной колодезной крышки, внимательно глядящий на меня тремя парами глаз Я же занялся тем, что стал падать в колодец Один, за ресторанным столиком обедали трое, двое были сумрачными полными людьми с невыразительными лицами Одеты они были скучно, в дешевый спортивно-летний шарпотреб Третий, сидящий между ними, был, напротив, весьма ярок Бакенбарды делали его похожим на развратную итальянскую обезьяну А клетчатый пиджак так и вообще превращал в какого-то наглого Пушкина, который вместо стихов посвятил себя мелкооптовой торговле Звука не было, поэтому о разговоре приходилось судить по мимике Говорил в основном Пушкин, и сначала мне казалось, что я вижу встречу школьных друзей Один из которых пролез в президиум жизни и судьбы, а двое так и остались коллежскими осенизаторами И теперь, добившийся успеха, учит их разуму Осенизаторы говорили коротко и односложно, глядя в тарелки, а Пушкин витийствовал вовсю И одним особо раздольным жестом даже опрокинул на стол бокал с вином Но постепенно разговор приобретал странный оборот Осенизаторы все чаще поднимали от тарелок тусклые злые глаза, а Пушкин все дольше держал ладонь прижатой к сердцу И скоро мне стало понятно, он смертельно напуган, и не учит друзей жизни, а оправдывается, но ему не верит А потом выяснилось, что никакие это не друзья, поскольку друзья себя так не ведут В какой-то момент Пушкин совсем потеряла пломб, а двое осенизаторов сделались окончательно похожи на гангстеров, и я вдруг догадался, что их простецкий прикид, это просто дешевая рабочая одежда, которую им не жалко испачкать Видимо, одновременно со мной это понял и Пушкин на экране Он попытался встать с места, но осенизаторы оказались на ногах чуть быстрее, и его рот распахнулся в неслышном крике Один из осенизаторов швырнул Пушкина лицом прямо на тарелке с едой Второй достал откуда-то молоток и гвозди, и они за несколько секунд кощунственно прибили руки недавнего члена Президиума к столу, хоть я не слышал его крика, он почти физически давил мне на уши Все дальнейшее заняло от силы полминуты Оказалось, что стол стоит на колесиках, двое легко двинули его вперед Камера переехала им за спины, двустворчатая дверь впереди раскрылась, и они быстро повлекли стол по коридору, словно санитары, каталку с больным Конец коридора выглядел чрезвычайно неряшливо, казалось, в его тупике шел ремонт, и стены залепили рваными лоскутами полиэтиленовой пленки Там что-то подрагивало и блестело, и когда стол доехал до середины коридора, я с содроганием понял, что это вращающийся диск циркулярной пилы Когда до нее осталось несколько метров, один из ассенизаторов потянул Пушкина за волосы, чтобы тот поднял лицо и увидел будущее Затем стол прошел над рамой пилы Видимо, ее высота была отрегулирована заранее, и наехал на диск Последовавшее было страшно и омерзительно Особенно меня напугала та столярная сноровка, с которой державший Пушкина за волосы отдернул руку в последний момент Очумело глядя на экран, я думал, что моя догадка насчет дешевой рабочей одежды оказалась верна Убийцы, несомненно, не будут ее отстирывать, а просто выкинут Я еще в детстве заметил, что наш ум, стараясь защитить себя от сцен запредельной жестокости, норовит вцепиться в какую-нибудь мелкую деталь и вдумчиво анализирует ее, пока все не кончится К этому времени я уже пришел в себя и понимал, что сижу в темном зале и смотрю фильм, который показывают через проектор И вот экран погас Попытавшись встать, я понял, что не могу этого сделать На мне было сковывающее движение упряжь, подобие смирительной рубахи, пристегнутой к креслу на колесиках, в котором я сидел Когда зажегся свет, я увидел, что это кресло стоит в проходе между пустыми рядами Но я наслаждался одиночеством недолго На плечо мне легла легкая ладонь Я вздрогнул и попытался обернуться, насколько позволяло кресло Но человек, положивший мне руку на плечо, стоял у меня точно за спиной и был невидим Вот так бывает, сказал назидательный женский голос, когда много говорят, не по делу Вы поняли, Семен Исакович? Да, ответил я, я все понял Я еще в детстве все понял Тогда распишитесь Мне на колени упал планшет с пристегнутым к нему листом бумаги Бумагу покрывал разбитый на множество пронумерованных параграфов текст Шрифт был очень мелким, и я разобрал только заголовок Подписка о неразглашении Я даже не стал спрашивать, о неразглашении чего Как же я распишусь, сказал я, когда у меня руки связаны Можете поставить крестик, отозвался женский голос И тонкие пальцы поднесли к моему рту авторучку Я послушно сжал ее зубами Женщина подняла планшет И я кое-как поставил нелепую кривую загогулину напротив слова подпись Она не поместилась в графе, где были мои имя и фамилия И залезла на печатный текст Кажется, женщину это не смутило Она убрала планшет И я почувствовал мягкое прикосновение к голове Мои глаза закрыла плотная черная повязка Затем кресло тронулось с места Судя по косвенным признакам, мы выехали из зала Довольно долго катили по коридору Потом опустились на лифте, где кроме нас ехали другие люди Я услышал негромкий разговор о футболе Потом был еще коридор и еще лифт Наконец, переехав через порог, мы остановились И с моих глаз сняли повязку Я увидел зубоврачебный кабинет Но такой, в котором не стыдно было бы вставить ампулу с цианистым калием В зуб самому Генриху Гиммлеру В его атмосфере было что-то невыразимо мрачное Словно долгие годы тут занимались пыточным промыслом А затем, чтобы рационально объяснить пропитавшую стены ауру страдания Установили вместо дыбы зубоврачебное кресло Такое излучение, кстати, часто пронизывает дорогую московскую и особенно питерскую недвижимость Но, к счастью для риелторов, то, что туда въезжает, бывает еще страшнее, чем то, что когда-то выехало Стоит ли говорить, что зубной доктор и его ассистент показались мне как две капли воды похожими на убийц из ролика Мне на нос нацепили резиновую прищепку с отходящим от нее шлангом И я провалился в смутное пространство газовой анестезии, где сначала вспоминаешь великую тайну О которой все люди договорились молчать А затем также неизбежно забываешь ее, когда сеанс подходит к концу Уйдя в созерцание, я даже не заметил, как меня пересадили из передвижного кресла в зубоврачебное Врачи ни минуты не сомневались, что им делать Они залезли мне в рот и стали брутально сверлить верхний шестой зуб с левой стороны Край моего сознания бодрствовал И я подумал, что задачей недавнего кинопросмотра могла быть просто подготовка к этой процедуре Перед лицом мучительной смерти как-то перестаешь бояться зубной боли Это было очень тонко, и я даже начал мычать, стараясь объяснить докторам, что я понял их план и в восторге от него Но один из них погрозил мне пальцем, и я замолчал Мне показалось, что после этого анестезиолог сильно увеличил процент закиси азота во вдыхаемой мной смеси Когда наркоз отпустил, я был уже снова пристегнут к своему креслу-каталке Я осторожно ощупал языком зубы Верхний шестой стал другим В нем появилась большая свежая пломба, которую, если сказать честно, мне давно надо было поставить самому, раньше на этом месте была дырка, и она уже начинала ныть Кушать можно будет через час, — сказал в пространство один из врачей Подошедшая сзади женщина завязала мне глаза и покатила мое кресло прочь Мы опять долго путешествовали по лабиринту коридоров, а затем поднялись вверх, уже на более современном и быстром лифте, который совсем не лязгал Меня вкатили в какую-то комнату, и кресло остановилось Легкие женские пальцы развязали узлы, прижимавшие меня к креслу упряжи и сняли ее Мне помогли встать и надеть мой собственный пиджак, который я узнал подсапнувшим у меня за ладонь значку на лацкане Это были скрещенные американские и российские флаги, простительная вольность для учителя английского языка Затем меня пересадили на стул, и ассистировавшая мне женщина вышла из комнаты, укатив кресло за собой После того, как скрип колесиков стих, я довольно долго сидел с завязанными глазами в тишине, и мне уже стал надоедать этот глупый спектакль, когда в команду кто-то вошел А вот приехал друг детства Семен Пропел рядом голос Шмыги, и он снял повязку с моих глаз Только после этого я понял, что уже давно мог поступить так и сам, но отчего-то не решился Комната, где я находился, напоминала кабинет путешественника, причем не только в пространстве, но и во времени Первым бросался в глаза размытый импрессионистский портрет Дзержинского с теннисной ракеткой в руках, висящей над рабочим столом Вокруг него размещалось азиатское оружие, мечи, алебарды и какие-то цепы В углу чернел, похожий на остатки сгоревшего летчика манекен для венчуна с короткими огрызками рук Боковые стены украшало несколько застекленных фотографий Шмыги На одной он, в генеральской форме, стоял рядом с известным банкиром, который чуть смущенно улыбался На другой, держал руку на плече не менее известного бандита, уже покойного Субтитры создавал DimaTorzok